Всем привет, и это продолжение рубрики «Строим вместе». Сегодня мы с пиратом будем строить эндер-дракона из Майнкрафта. Да, мы будем строить эндер-дракона, ура! И мы сможем построить Стива и потом играть в Майнкрафт, да? Смотри, тут шаурма-король. О, мастер-билдер шаурма-король. Ладно, мы начинаем наш туториал. Сначала мы с пиратом построим основу, к этой основе декор и механизмы. Для этой постройки можете использовать любые блоки. Я буду использовать методические. Как я и говорил, сначала строим основу. У нас шея длиной 6 блоков, тело тоже длиной 6 блоков, а хвост 8 блоков. А сейчас я делаю драконии ноги, на которых он будет держаться. Задние ноги должны быть крупнее передних. Мы используем оригинальную картинку эндер-дракона, поэтому пытаемся сделать его максимально похожим на оригинал. Ребята, если вам нравится эта рубрика, тогда поддержите её своими лайками и комментариями. Давайте наберём под этим видео 2000 лайков и хотя бы 100 комментариев, чтобы мы продолжили эту рубрику. Мы с пиратом сделали основу эндер-дракона, и сейчас я покажу, как она выглядит и само строение этого дракона. Во-первых, у него есть тело, которое в длину в 6 блоков и в высоту в 3 блока. Здесь у нас есть шея, которая состоит тоже из 6 блоков. Такая голова, тут можно заметить, что тут полблока, ещё немножко высокая, с сортом и глазами. И здесь у нас лапки, какие-то они немножечко вот такие. Типа задняя побольше, передняя поменьше, но это непонятно. И здесь вот такой хвост, он у нас тоже длиной 8 блоков. И также у него есть ещё внизу продолжение. А теперь пришло время для второго этапа, и это декор. Но тут особо так ничего делать не надо, потому что дракон из Майнкрафта, он полностью квадратный. Осталось добавить только шипы. Пока я говорил, пират уже сделал половину шипов, мне осталось сделать только верхнюю. И вот вся основа и весь декор полностью готов. Кстати, да, пират сделал глаза этому дракону. И теперь осталось сделать последнюю, самую главную часть, и это крылья. Делаются они довольно просто. Сначала делаем кости, а потом добавляем на них ткань. Так, всё, вот косточки и крыла готовы. Выглядят они вот так, они очень большие. И сейчас я их покрашу и сделаю, всё это заполню ткань. От ткани у нас будет просто тонкий слой натянутого железа. Если ничего не поняли, то просто смотрите, как это делаю я. Ну и давайте додадим один вопросик пиратам. Кстати, пират, как ты стал мастер-билдером? Даже не мастер-билдером, а сезонным строителем. У нас три друга получили мастер-билдером. Сезонного чемпиона, вернее. Типа просто вы же постройку получили, да? Ну да, просто красивую постройку построили. И... Сколько вы так долго строили? Да не знаю. Летучий голландец мы строили месяц. И мой, помнишь, старый корабль, который ты на стримеешь? Ну, как старый. Черный жемчурь на стриме. Помнишь, ты его обозревал? Помню. Ну вот, я его задекорировал чуть-чуть посильнее. И мы по итогу попали вот. Водка сезона. Она идёт раз в три месяца. Ну типа нас друг, главный друг. Он у нас контрибутор. Ну, ты его обозревал постройки, да? Лизерт Вочи. Ну, ты его обозревал постройки, да? Ну, ты его обозревал постройки, да? Вот. Он делает локации вроде. Он получил много денег. Бубксов. Бубксов. И нанял нас как рабов. И по итогу он нам заплатил деньги за него. Ну, мы же он нам заплатил, поэтому мы качественно его строили. Потом мы его залили в Чил Студиос. И он не попал. Потом мы их решили скрестить. Мы сделали огромный водоворот. И решили их скрестить. А по итогу он скинул его лодку и указал нас. И мы как бы и деньги получили за работу. И награду. Мастер Билдер. Конечно, Лиза Тугучева там ничего не делала на этом корабле. Но он нам заплатил деньги, поэтому мы на него не претендуем. То есть два кубка. Ну, на самом деле, там один кубок дают. Но я не знаю, как-то забагал игру и... Ну, я просто нажал. И у меня как бы эта кнопка подарка, она не пропала. Я еще раз мог нажать. Я забагал то ли игру, то ли что и... А, я понял. Короче, ты забагал кнопку и в итоге получил два кубка вместо одного, да? И миллион золота вместо пятьдесят. Я просто нажимаю получить. Она не исчезает. Но мне уже выдали награду. Но я еще раз нажимаю. И потом она исчезла, и мне второй раз дали награду. Кстати, я сделал крыло. Можешь посмотреть, вот такое. Прикольно. За десять минут навалял. Ну и теперь я точно могу сказать, что мы полностью закончили с основой и декором. И теперь можем приступать к механизму. Но прежде чем строить механизмы, нужно разоединить все суставы. Давайте приступим. Так, раз, два, три, четыре, пять. Вот, я на пять делений крыло отделил. Ой-ой-ой, что-то оно крыло какое-то. Ну тогда смотри, как делаешь. Так, сюда мы прилепим еще эту косяшку опять-таки. Ну и тут потом что делаем? Чтобы они когда срастались, они образовали одну единую целую костюшку. Поэтому они в два раза у нас меньше, да, получается, пополам. Так, давай-ка тогда вот эту крылышку тоже так сделаем. Но чтобы так прям вообще не мучиться, мы просто его возьмем и выбросим на помойку. А вот это возьмем. Теперь я просто копирую то же самое крыло и разворачиваю его. Я закончил делать крылья, и пират уже сделал шею. Все механизмы здесь. Дай-ка мне посмотреть механизмы на шее. Здесь у нас первый механизм для рта. То есть у нас рот отодвинут на пять делений. И поэтому у нас здесь стоит поршень, которая тоже будет отодвигать его обратно на пять делений. Это нужно, чтобы тут не было такого промежутка. Здесь стоит сервопривод, который будет наклонять, то есть открывать его. Он стоит на вот таких настройках. Это, конечно, все механизмы у нас, конечно, стоят без коллизии. Здесь у нас такой механизм поворачивания шеи вместе с головой. Вот здесь один кусочек шеи, и голова будет вращаться с помощью этого сервопривода. И вот такого простенького механизма. Здесь у нас будет вращаться другой сегмент шеи первый. С помощью того же механизма с сервоприводом. Это все механизмы на шее. Теперь давайте сделаем механизмы на крыльях, чтобы они там наклонялись. Надеюсь, вы не уснули, пока я это рассказывал. И давайте делать механизмы на крыльях. Первое, что надо сделать, это вот этого фигмента, который сейчас я сделал прозрачным. Он должен быть без коллизии, чтобы крылья не ломались. Чтобы было хорошо. Дальше ставим вот таким образом два сервопривода, чтобы вот эти главные крылья вертелись. Да, вот еще у нас эти крылья стоят отдельно, как можно заметить, от тела. То есть, чтобы они могли двигаться. И теперь нужно сделать, чтобы вот этот сегмент у нас задвигался. И в то же время, чтобы он еще махался. Теперь тут таким же образом ставим сервопривод. Так, и там тоже. Дальше от этого сервопривода вот так идет два поршня. И у них надо поставить настройки на пять делений. Потому что мы отодвинули второй сегмент на пять. Да, потому что мы отодвинули второй сегмент на пять делений ранее. У нас получается желтая часть поршня двигает вот этот сегмент вместе с сервоприводом. А вот эта серая часть у нас будет для того, чтобы у нас поршень осталась на одном месте и никуда не уходил. Здесь мы его соединяем с этим. С главным сегментом. У нас свой столбик втыкаем. Не, в корпус тела, а в само крыло. Чтобы оно двигалось вместе с этим крылом. Да, как сказал уже пират, нужно соединить вот эту переднюю часть поршня при помощи таких палок к заднему крылу. Ну и здесь у нас готово, теперь вот здесь надо сделать. С другой стороны делаем то же самое. Как давно ты играешь в кораблики? Какой интересный вопросик. Я не знаю, вот этот акк пират, ему даже года еще нету. Потому что у меня удалился аккаунт, меня робот удалил, он злодей. За то, что я подвинул, зашел в ступе и подвинул там один парк. Мне сказали, что я скамлю людей и забанили мой основной аккаунт. Которому было 4 года. В кораблики я играю с 2018 года. 4 года, даже почти 5 лет в кораблики играешь. Ну да. У меня даже... Ну да, у тебя тоже хлеб есть, но его возможно либо читами получил сейчас, либо еще давно. Так, дальше... Жалко, что тот аккаунт потерял, наверное, было бы очень много построек, которые бы мы посмотрели. Ну, я не знаю, они достаточно лубскими были. Именно на этом акке с появлением в пателе я научился более-менее хорошо строить. Достаточно, спатина вообще чудеса творить. И там было много блоков. Ну, сейчас у меня есть 750 тысяч за мастер-билдера. И я могу опять купить немного блоков. Так, дальше. Что-то мы приклеили сейчас, чтобы крылья работали сами. И еще один важный момент. То есть, про привязку, про настройку, все. Вот. То есть, у нас у всех поршней стоит 5 делений. А у сервоприлодов у нас стоит ключащийся момент на средний. Чтобы он мог хотя бы поворачиваться. Так. И теперь нам нужно сделать так, чтобы эти крылья сами двигались. Получается, что у нас, да как привязывается. Во-первых, про таймеры. Каждый таймер подключен к... Вот. Во-первых, первый таймер подключен к красной кнопке. Это таймер ко второму, третьему, четвертому. А четвертый должен быть привязан к первому. Теперь про привязку. Те таймеры, которые красного цвета, нужно привязать к красным. То есть, видите, у нас два таймера. Красный, хоп-хоп, красные поршни. Зеленые, хоп-хоп, зеленые поршни. Красный, красные поршни. Зеленый, зеленые. Это нужно, чтобы всё красиво и круто выглядело И про настройку У них время стоит на 0.3 Можно побольше сделать 0.5 давайте Да, давай 0.5 Каждый поршень будет срабатывать Каждые 0.5 секунды Так, теперь всё Выделяем все механизмы Без коллизий и прозрачность на 100% То есть вот так и хоп А, ты уже всё сделал, ладно И здесь Так, и я таймеру вернул в исходное положение Потому что иначе они крякнут Там по цветам их можно тоже Не ошибаюсь Так, ну что, теперь давай проверять всё это Давай, сохраняй и перезагрузить Чтобы оно всё прилипло Да Так, я всё это сделал И теперь размораживаем Вот так он у нас не отвалился Иначе всё правильно Нажимаю на волшебную красную кнопку И... ой 0.5 это сильно много Тут, 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 тут Какой-то странный потолочек Можно поставить поменьше Буцу, 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 буцу Подождите, тут где-то реверспин нужно поставить Да, нужно вот этих, смотри, у вторых, у вторых надо поставить Да, у вторых Этого реверспин, у этого не надо То есть, вот так, чтобы получилось У этого не надо реверспин Только у одного Во, махает крылышками теперь То есть, что мы только что сделали вообще, сейчас скажу У вот этих зелёных сервоприводов у нас скорость 5 У красных скорость 2 И ещё кое-что здесь у нас есть Это... у тех сервоприводов, которые я покрасил только что в розовый свет Включен обратный поворот Это нужно, чтобы они правильно работали Да, и самое важное Это то, что скорость таймеров у нас стоит на 0.3 Это всё, что было про крылья Так, а насчёт шеи Каждый вот этот сервопривод, который отвечает за шею У нас привязан на две разные клавиши Так, давайте привяжем все сервоприводы, которые стоят на шее Берём гаечный ключ Первый сервопривод у нас вот так нажимаем на кресло И привязываем на две любые клавиши Так же делаем со вторым и с третьим тоже Но пират это уже сделал, меня переделал, так что я делать не буду Так же мы здесь должны поставить сзади ракету, чтобы оно летало И поставим на любую клавишу Допустим, хотя бы F Так, и я сейчас буду проверять Так, у ракеты всё-таки продачно ставим Нажимаем на красную кнопочку У нас двигаются крылья И мы можем, как я уже говорил, нажимать на всякие кнопочки И можем нажимать на кнопочки, которые мы привязали Вот я могу открыть рот, вот могу двигать шеи Вот могу другим элементом шеи двигать Могу вообще вот так сделать Или вот так Вот и меня подкинули Привет! Устал дракон Устал дракон Устал дракон Дракон устал Какие деньги? Ну всё, пока, до свидания Ага, да, да, не воруй меня, нет Полетели в космос в углу, я могу летать на драконе, ура! Да, мечта уха Хочешь полетать? Поехали в грибной лес, опять там прощание будем Давай А, ну давай Вооок Бедный пират Бедный пираты! Я тебя написал приземлился Приземлился Я тебя не давил, я тебя забрать приехал От статьи не уйти в кельми сядешь Откройму Урву Всё, давай я тебя схватил и теперь увезу в грибной лес а он рожал пасть а что такое дожди и аж добрый дракон они дракон будет а не болит какой-то хоп и чем будем делать в этом грибном лесу смотри куда 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 не понял ничего я могу вот так дракончик ой бедный дракончик я так я так тоже могу добраться да ну можешь можешь ты останешься со мной на грибном лесу отстань ты меня хочешь избить я знаю уйди ведь один один он меня сначала похитил от злой ученый на своем драконе что тут за колбаса вот крутое в дерево не знаю а помогите стоять что на этом это видео будет заканчиваться наверно как у деймса посадит имел за то что он убил пиратов смысле эти не убивал вообще-то ты меня оставил хотел оставить вот смотри вот смотри вот видишь труп пирата вот лежит смотри все ты меня убил смысле подстава все его вдвоем были на острове больше никому тогда я тоже сейчас водичку на это видео будет заканчиваться не забываем ставить лайки и подписываться на канал а вот и прошлое видео про рубрику строим вместе на сайбу геймс и пират всем пока про рубрику строим вместе на сайбу геймс и пират всем пока